Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас в культурном центре семейного чтения «Насуга», который вот уже более 10 лет носит имя знаменитого писателя-земляка Аркадия Петровича Гайдара. Аркадий Гайдар – писатель, подаривший нам в своих произведениях символику свободы, добра, справедливости и мужества. Герои его книг являются примером для многих поколений людей. Сегодня мы приглашаем вас совершить экскурсию по Гайдаровскому залу, который был открыт 26 октября 2016 года, 75-ю годовщину памяти Аркадия Петровича Гайдара. На стене расположены информационные баннеры «Детство», «Боевая молодость» 1919-1924 годы, Аркадий Гайдар – журналист-писатель, гибель Аркадия Гайдара. С их помощью мы можем увидеть стремительный рост автора из обычного мальчишки в настоящего мужчину-воина-писателя. Аркадий Петрович Гайдар родился в городе Льгове Курской губернии в семье учителя 22 января 1904 года. Здесь прошли первые пять лет его жизни. Детская память сохранила о Льгове лишь немногие отрывочные воспоминания. Больше всего запомнили сказки, которые мальчику рассказывала мать. Детские годы прошли в Арзамасе. Здесь же он учился в реальном училище. В 1918 году Аркадий Гайдар вступил добровольцем в Красную армию. В 1919 году командовал ротой, затем батальоном, сводным отрядом и, наконец, был назначен командиром боевого 58-го стрелкового полка по борьбе с бандитизмом. В декабре 1924 года Аркадий Петрович ушел из армии по болезням. Когда началась Великая Отечественная война, Гайдар отправился на фронт добровольцем в качестве военного корреспондента. После того, как фашисты окружили Киев, ушел в партизанский отряд. В одну из вылазок группа партизан неожиданно наткнулась на фашистов, и писатель первым заметил врага. Спасая товарищей, он бросился вперед с криком «Ребята! Немцы!» Треснула одинокая очередь. Гайдар упал. Пуля угодила прямо в сердце. Это было 26 октября 1941 года. Товарищи похоронили писателя, оставив на деревянном щитке короткую надпись «Писатель и воин. Пулеметчик партизанского отряда Аркадий Петрович Гайдар». Гайдар погиб, но оставил нам свое богатое литературное наследие. Лучшие его произведения представлены на книжно-иллюстративной экспозиции. За 15 лет литературной деятельности Гайдар написал более 20 книг. Любимыми книгами детей стали «Повести школа», «Четвертый блиндаж», «Дальние страны», «Военная тайна», «Голубая чашка», «Судьба барабанщика», «Тимур и его команда», «Рассказы РВС», «Чук и Гек» и многие другие. Особое место на книжно-иллюстративной экспозиции занимает раритетная книга. Издание произведений Аркадий Гайдар, содержащее автобиографическую статью «Льва Кассиля». Книга увидела свет в далеком 1948 году и является, по сути, прабабушкой для современных ценителей творчества Аркадия Петровича Гайдара. Многие произведения Аркадия Гайдара были экранизированы. Писатель активно сотрудничал с советским кинематографом. До Великой Отечественной войны он создал киносценарии по своим повестям «Военная тайна» и «Судьба барабанщика». При жизни Аркадия Петровича в свет вышло несколько фильмов. Сейчас экранизировано более 17 произведений писателя. Некоторые из них представлены на книжно-иллюстративной экспозиции. Особое место на экспозиции занимает информационно-библиографическое издание «Писатель-воин-патриот» Аркадий Гайдар. Сотрудники Централизованной системы библиотек города Курска обобщили многочисленную информацию об Аркадии Петровиче Гайдаре. Результатом стал выпуск уникального библиографического издания, при создании которого было использовано около 150 печатных изданий и более 100 интернет-ресурсов. Издание состоит из шести разделов. Каждый желающий может ознакомиться с ним на сайте МБУК ЦСБ города Курска раздел «Ресурсы». Следующая экспозиция – «Новая жизнь книги» Аркадия Гайдара. Специалистами Культурного центра был проведен творческий мастер-класс, и юные читателями своими руками изготовили оригинальные обложки для книг Аркадия Петровича. Обратите внимание на следующую экспозицию. Возможно, именно за таким столом, накрытым вязаной скатертью, писал свои произведения Аркадий Гайдар. Пишущая машинка до военных лет, лампа, часы и бумага создают ощущение, что за этим столом только что работал над очередной книгой Аркадий Петрович. О первом произведении Гайдара для детей расскажут пистолет, йод и фонарик. Им стал рассказ «РВС». Действие разворачивается в годы Гражданской войны. Героями рассказа являются деревенские мальчишки Димка и Жиган. При их активном участии отряд красных спасает раненого командира. На следующей экспозиции – самолет, глобус и компас из произведения «Дальние страны». В повести отображены становления и возмужания характеров юных патриотов Родины, романтика их смелых поступков и самых будничных дел. Тематику произведения «Сказка о военной тайне, о мальчишеке-бальчаше и его твердом слове» отображают галстук, печенье и банка варенья. Главным героем этого произведения и настоящим примером для мальчишек является мальчишки-бальчиш, который смог организовать ребячье сопротивление и дать совсем не детский отпор ненавистным буржуинам в то нелегкое время, когда взрослые воевали на фронтах. «Голубая чашка» – так называется одно из самых светлых и добрых детских произведений о прекрасной паре детства и о нежности и святости семейных отношений. На нашей экспозиции представлены «Голубая чашка», «Цветы» и «Флюгер». Ваза с конфетами, кубики, мяч, стаканы в подстаканниках символизируют произведения чук и гек, веселые и увлекательные, которые учат дружбе и доброте. «Самолет и военно-полевая сумка» символизируют рассказ «Дым в лесу». Он повествует о геройском поступке обычного мальчишки, который, несмотря на юный возраст, превозмогая страх и отчаяние, смог внести вклад в защиту своей родины. Сейчас я расскажу вам одну историю. В Москве жила маленькая девочка. Ее отца убили японцы на дальневосточной границе. Девочка долго болела и не могла ходить. Гайдар приходил к ней в гости, приносил ей игрушки, конфеты. А в большом доме на Арбате жил старый писатель. Он давно уже ничего не писал и даже читать не мог, так как плохо видел. Аркадий Петрович часто к нему заходил, вслух читал новые книги, и старый человек радовался, что о нем не забыли. А еще в Москве жил товарищ Гайдара. В бою ему оторвало ногу и повредило грудь. По профессии он был переплетчиком книг, и Гайдар доставал ему работу и разносил переплетенные товарищем книги по заказчикам. Аркадий Петрович был очень добрым и отзывчивым человеком, но времени не хватало, чтобы помогать всем. И вот однажды вечером в комнату к писателю влетел футбольный мяч. Гайдар выбросил мяч на улицу, а утром поговорил с ребятами, которые играли во дворе. Гайдар сказал им, что почему бы им не поиграть в хороших людей, а затем рассказал о больной девочке и старом писателе и пообещал ребятам придумать для них хорошую игру. Обещание свое Гайдар выполнил, написав замечательную повесть Тимур и его команда. После выхода повести повсюду начали возникать команды тимуровцев, и тимуровское движение живет по сей день. В нашей библиотеке тоже есть тимуровцы, и каждый из вас имеет уникальную возможность присоединиться к тимуровскому движению. На экспозиции представлены бинокль, керосиновая лампа и штурвал. Следующий экспонат сделан совместно юными читателями библиотеки и сотрудниками Культурного центра семейного чтения и досуга имени Аркадия Петровича Гайдара. Это диорама «Чердак» из книги «Тимур и его команда» с фигурками героев замечательной гайдаровской повести, ставшей его визитной карточкой для многих поколений, мальчишек и девчонок. «Камень и яблоки» символизирует произведение «Горячий камень». Его главными героями являются старик и мальчик Ивашка. Автор показывает старика в начале произведения как бедного, слабого человека, который много горя пережил в жизни. Но он был добрым, жалостливым, поэтому не стал наказывать мальчика-воришку и даже плохого слова ему не сказал. В конце произведения выясняется – старик прожил свою жизнь так, как хотел, и он – счастливый человек. По центру расположена выставка-инсталляция, отражающая два периода из жизни писателя. Первый период – Гражданская война. Здесь символами являются горн, барабан и галстук. И второй период – Великая Отечественная война. Фляжка, кружка, ложка. Продолжим знакомство с документами, расположенными на полках под стеклом. Это копии рукописей и подлинных документов Гайдаровского времени из Мемориального музея Аркадия Петровича Гайдара города Льгова, освещающий творческий путь писателя. Здесь же – награды за выдающиеся успехи и достижения в развитии советской детской художественной литературы. Указом Президиума Верховного Совета СССР писатель был награжден Орденом Знак Почета. За мужество и героизм Великой Отечественной войне писатель посмертно награжден Орденом Отечественной войны Первой степени. Присвоена премия Ленинского комсомола за выдающиеся заслуги в патриотическом воспитании подрастающего поколения посмертно. Имя Аркадия Петровича Гайдара с гордостью носят более 40 библиотек. Стены Гайдаровского зала украшает карта Библиотеки России, носящие имя Аркадия Гайдара, которая наглядно демонстрирует тесное, плодотворное сотрудничество одноименных библиотек. Мы всегда в курсе событий, происходящих в библиотеках разных городов и сел, связанных воедино гордым именем всадника, скачущего впереди – Гайдара. Сегодня мы познакомились с некоторыми страницами жизни и творчества нашего знаменитого писателя-земляка. Богатое литературное наследие Аркадия Гайдара еще не раз послужит поводом для новых интересных мероприятий, а наша сегодняшняя экскурсия подошла к своему завершению. До новых встреч в муниципальных библиотеках города Курска!